Отопительный сезон по устоявшейся традиции стартует после установления на улице холодной погоды. И к этому моменту в регионе должна быть завершена вся подготовка к отопительному сезону. Задача ответственная и требующая пристального внимания. От этого зависит бесперебойное теплоснабжение квартир, больниц и школ. Поставщикам тепла важно организовать всю работу заранее и по возможности модернизировать систему. В посёлке Бравокубанский с апреля работает новая блочно-модульная котельная, обладающая массой преимуществ. На сегодняшний день постройка данной котельной в посёлке Бравокубанский имеет ряд преимуществ. То, что она очень экономичная. Второе, то, что она полностью автоматизирована и специалисты предприятия имеют возможность очень быстро реагировать на все нештатные ситуации. И третье, с помощью этой котельной мы с этого года, с 24 апреля текущего года подаем горячую воду для населения данного посёлка. Посёлок Бравокубанский был основан 40 лет назад и все эти годы обслуживался старой котельной, мощности которого не хватало для подачи горячей воды круглый год. Но теперь проблема решена. Следующим на очереди на обновление котельной – посёлок Уруб. В целом, модернизация коснётся многих котельных в регионе, что позволит лучше организовать их работу. Для того, чтобы повысить подаваемых услуг к населению, для того, чтобы обеспечить безопасность населения, и чтобы они своевременно получали тепло и горячую воду. К слову, сейчас в самом разгаре работы на тепловом участке Теперданацпарк. Сейчас у нас здесь происходит замена теплотрасс, которые обвечали. КЧР ГУП «Теплоэнерго» в этом сезоне поменяла 2388 погонных метров теплотрасс. Это то, что мы запланировали. Все работы ведутся активно и, я думаю, все закончатся в срок. У нас в целом по Карачаево-Черкесии на всех котельных, кроме теплового участка Дамбай, переведено на природный газ. Тем самым мы добились максимальной экологичности по выбросам. Также это экономично по сравнению с жидким топливом, на котором раньше работали наши котельные. Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимризов сообщил о плане стопроцентной газификации в регионе к 2026 году. На данный момент ее уровень 84%. Элина Астежева, Мурат Кемрюгов, Архейс, 24.